сейчас я вам покажу как я делаю галушки для супа сегодня супом варить с галушками поэтому будем делать у меня вот здесь вот уже такое масло сливочное взяла немножко туда разбиваем одно яйцо чуть-чуть что-то попалось ничего страшного убираем и все это перемешиваем масло на было конечно что получит подошло страшного но в тесте потом все нормально будет добавляем щепотку соли можно также добавить перчик или какие-нибудь другие приправы какие вы хотите я добавлю немножко перчика и немножко роллтона добавлю так вкуснее будут наши галушки я извиняюсь немножко отвлекаюсь просто у меня тут зажатки жарится я помешаю и будем дальше все это взбиваем также потом немножко добавим растительного масла чуть-чуть совсем чуть-чуть чтобы они у нас потом супе не слипались у каждой конечно делать по-своему и будем добавлять с вами муку все это перемешивать мука у меня уже просеянная я всегда добавляю по чуть-чуть муку но чуть-чуть добавили размешали чтобы не получилось комочков все это делаю вилочкой туда у вас точно комочков не будут еще немножко муки добавляем и за одну консистенцию вы проверите как вам будет удобно у меня дети общество с галушками любят я его говорю но не часто так как хотелось бы добавим вот так побольше муки немножко и все это перемешиваем некоторые делают просто яйцо соль и все больше нет ну вот я последнее время этот рецепт я увидела на канале рецепта души она делала вот именно вот так вот по моему по моему у нее есть я не ошибаюсь я смотрела и она вот именно вот так вот делала всякие приправки добавляла в галушки и я один раз попробовала сделала мне понравилось после этого я теперь только так вот и делаю получается очень вкусно вот видите уже какая консистенция еще чуть-чуть добавим чтоб погуще были галушки тогда наши будут поприятнее какая красота какая вкуснятина будет супе вот все ребят нужная консистенция у меня уже готова потом будем ложечки все это добавлять а сейчас пока пускай настоится оставляем так вот хорошо еще помешивать будем пока у нас варится пусть настаивается все для глушек тесто готово пока мы с вами делали галушки у меня уже зажарился лук и я закинула морковочку и также для супа я заранее отварила сосисочки вот нарезала сейчас поджарим морковочку с луком и немножко обжарим еще сосиски будут вообще бомбезно жарим так мои хорошие морковку нас обжарилась добавили сосиски и обжариваем и добавила температуру немножко до 160 до 100 и постоянно помешиваем чтоб не пригораиваемся и все и наш зажарка для готова так мои хорошие суп сварила взяла ложку вооружилась показывал такой от рисовый супчик с галушками сосисками всем кто кушает всем приятного аппетита лаврушку надо брать отсюда то у меня ребенок и и не если сейчас уберу всем приятного аппетита добавляйте майонезик очень вкусный суп получился так дорогие мои друзья всем снова здравствуйте сегодня как и обещала девочка телеграм я решила заснять как я делаю тесто на хлеб вот приготовила тазик мука она уже просеянная и вот такие вот я всегда использую дрожжи я не беру сухие на сухих получается не то вот именно вот такие вот я эту пачку дрожжей делю на три раза вот так вот сейчас разрежу и все один кусочек сегодня мы сделаем на тесто сейчас разрежу и покажу все дальше так мои хорошие вот кусочек дрожжей дальше что я делаю я наливаю полтора ковша теплой воды вот я уже один ковш сделала она теплая видят я пальчиком и заливаю сюда сейчас еще сделаю пол кошечка и вернусь так вот еще полку воды нам этой хватит дальше добавляем но я вот так вот соли добавляю ну может сказать полная ложка без горки и обязательно добавляем сахара сахара тоже также где-то вот так вот я сахара добавлю все и сейчас все это будем взбивать чтоб размешалось у нас тесто дрожжи прилет но ничего все сейчас это размешиваем до тех пор пока не растворяться дрожжи все мои хорошие дрожжи у нас растворились сейчас как я проверяю вкус хватает не хватает на соль пальчиком и пробуем все соли вполне хватает что соли что сахара все сейчас будем добавлять муку и размешивать пока возможно она не сильно густой я все это венчиком забивая потом будем уже с вами дальше вручную делать все замешиваем дальше муку красно вот красно с все то да а все ребята дальше будем замешивать ручками руки обязательно помыть перед тем как вы замешиваете и будем замешивать тесто на хлебушек еще дорогие друзья запомните чем дольше вы мешаете тесто руками тем лучше она промешается я вот его прямо так вот аж на эти вот как между пальцев пропускаю чтоб не было ни комочков ничего такого чем больше тесто мешаете тем лучше будет хлеб и тем лучше она будет потом подходить пышнее у нас тесто еще немножко добавлю потому что как бы еще все равно прилипает к ручкам я никогда не взвешивала сколько надо муки я всегда все на вас смотрю по консистенции тесто смотрю мне бабушка никогда не взвешивала никогда на пекарне работала там конечно там все взвешивают она говорит не любила я говорит никогда это вам всегда все на мазь делала вот и мы так что с вами делаем если вы постоянно печете хлеб то вы уже потом сами поймете сколько и чего наложите мы стряпаем каждый день сейчас пока хлеб поэтому я не делаю сразу на много булок я делаю на 3 на 4 булки чтобы на день до следующего дня хватило и на следующий день снова свежий хлеб пеку вот это вот уже нужна консистенция теста как мы любим такое можно конечно гуще делать тогда будет еще пышнее сейчас еще хорошенько вымешиваю и все но по сути у меня вот такой вот консистенция вот такая вот тесто все потом мы его просто накрываем полотенчиком и отставляем настаиваться прежде чем пить хлеб надо раза 3-4 чтобы оно поднялось и вы его опять помяли и опять вот так вот а потом уже пекете хлеб вот такой вот был рецепт если вам понравилось ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал всем желаю хороших и пышных выпечки спасибо за просмотр! 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 спасибо за просмотр!